В ледяной дом превращается пятиэтажка на визе, стены здания покрываются настом. В своих бедах местные жители винят коммунальщиков. Мол, те при уборке снега с крыжи повредили кровлю. Вызволять горожан из ледяного плена отправился городской дозор. Внезапное наводнение уже второй день топит этот подъезд. Однако обращения жителей о помощи коммунальщики не слышат. Сыростью потянуло в пятницу. Промочки появились на площадке верхнего этажа. С тех пор вода продолжает прибывать. И вот уже на третьем этаже звенит копель. Промочив ноги, жильцы вспомнили, что на прошлой неделе на крыше побывали коммунальщики. Они сбивали сосульки и, видимо, перестарались. И сосульки били так, что, вы понимаете, аж на первом этаже люди содрогались. Было очень сильно, летели эти. И буквально вот после этого вот все началось. Вместо копели уже водопад. Жители говорят, что ведра менять не успевают. В течение получаса надо каждые полчаса ведро менять, выливать. На первом этаже уже растут сталагмиты. Если поток не остановить, переживают жильцы, они скоро окажутся в ледяной ловушке. Сегодня утром вызвали коммунальщиков. Но никто так и не появился. И вот буквально в каком-то двенадцатом часу, да, я снова звоню, я говорю, когда к нам кто-то приедет, комиссию создайте, посмотрите, что у нас происходит. Она говорит, да к вам приезжал слесарь, вы поднимите, спуститесь в подвал и посмотрите, там все тихо, спокойно. В управляющей компании оправдываться не стали. Подтвердили. Их сотрудники до сих пор разгребают последствия сильнейшего снегопада. Убрать все сразу физически невозможно. Поэтому кое-где осадки могут таять. После нашего обращения график работ изменили. В настоящий момент вышка, которая вызвана, работает на вторчернете, она перегоняется на Нагорную 46. После того, как будет расчищена кровля, высушена, найдем причину, устраним эту причину. Чтобы убедиться, что эти слова не разойдутся с делом, мы берем проблему с крышей под свой контроль. А вообще в ситуациях, когда управляющая компания не исполняет свои обязанности, следует жаловаться в департамент жилищного надзора. Юрий Шумков, Леонид Маслов, Городской дозор.